Видео подготовлено с сайтом online-gdz.net. Задача 1137. Дано. В задаче речь идёт о космическом корабле, который вращается по круговой орбите вокруг Земли. При этом путь, который проделал этот космический корабль, путь корабля, равен 84152 километра. И этот путь космический корабль проделал за два оборота вокруг Земли. Ещё нам дан радиус Земли. Он составляет 6370 километров. И нам нужно найти высоту, пусть это будет высота h, на которой находится космический корабль над поверхностью Земли. Начертим схему. Земля имеет форму круга. Орбита космического корабля и сам космический корабль, который вращается по орбите, по круговой орбите. Если мы соединим центры Земли и космический корабль, то получим радиус орбиты. Причём этот радиус орбиты будет равен радиусу Земли плюс расстояние h. Вот это расстояние h. Радиус Земли плюс расстояние h. Расстояние между Землёй и космическим кораблём. Тогда отсюда мы можем найти h. h будет равно r орбиты и минус радиус Земли. Радиус Земли нам известен, а радиус орбиты нам нужно найти. Нам известно, что за два оборота вокруг Земли космический корабль прошёл путь СК равный 84152 км. При этом он совершил два оборота. Один оборот. За один оборот получается, что космический корабль проходит путь равный длине окружности радиуса r орбиты. То есть проходит путь 2πr орбиты. Это длина окружности с радиусом r орбиты. А поскольку путь он прошёл за два оборота, значит, путь этот равен 2 умножить на 2πr орбиты. И тогда отсюда мы можем вычислить радиус орбиты. r орбиты будет равно пути, делённому на 4π. Вычислим. 84152 км разделить на 4, и π – это 3,14. Разделим и получим 6700 км. А теперь найдём высоту корабля над Землёй. Радиус орбиты 6700 км минус радиус Земли 6370. И это будет равно 330 км. запишем ответы. Космический корабль вращается над Землёй, вокруг Земли, и находится на расстоянии 330 км от поверхности Земли. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. Если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.